Всем привет! Тут Ларсен в студии Финам.ФМ. Как обычно, по вторникам мы в программе «Вдоль» рассказываем вам о стартапах, о молодых бизнесменах и о том, насколько безграничны возможности в этом мире для тех, кто готов двигаться, быть активным и брать от жизни, если не всё, то то, что ему причитается. Как обычно, мы ведём эту программу совместно с основателем сообщества «Бизнес-молодость» Михаилом Дашкиевым. Он едет, он пунктуален, он едет, просто какой-то КамАЗ упал и перегородил Третье кольцо, я так понимаю, между Звенигородкой и Ленинским, так что осторожно, там полоса какая-то одна всего едет. И у нас в студии, собственно, герой сегодняшнего дня, Елена Глухова. Привет, Лен. Да, привет. Основатель компании по продаже телефонных будок из Великобритании. Да, очень интересно. Самое смешно, да? Да, очень смешно. Звучит достаточно, как минимум, непривычно, для кого-то, наверное, прям-таки и абсурдно. Вот расскажем сейчас, как Лена пришла к этому, к этой странной нише. Только напомню вам наши координаты 65 10 99 6, московский телефон, код 495, заходите на страничку финам.фм, задавайте вопросы. Я думаю, что Миша Дашкиев до нас в любом случае доедет и сможет на эти вопросы тоже ответить, в том числе. Лен, расскажи, пожалуйста, что из себя представляет сегодня твой бизнес? Я так понимаю, что ты уже не просто возишь будки из Лондона, а производишь свои копии на месте. Да, ну, раньше была просто дикая идея по поводу Англии, всего стиля и так далее. Потом мы с подругой вместе, с Олесей решили, что давай попробуем будки привозить из-за границы. Это была просто спонтанная идея, мы даже не думали, что людям это понадобится. Вот, начали их привозить из-за границы. Пару штук привезли, а потом остальные покупатели заявили, что он дороговато. Но это действительно не всем посредством. Сколько стоила настоящая английская будка? Ну, в среднем около 400 тысяч вместе с реставрацией и так далее. Да, пока привезешь ее, пока растаможишь, в общем, сложновато. Дороговатое удовольствие. Да, и дороговато. И долго ждать еще. Ну, да, получалось около полутора-двух месяцев. Вот, поэтому мы, ну, как бы отозвались на просьбы наших покупателей, вот, и начали производить эти будки в Москве. Вот, сейчас у нас такой довольно-таки широкий спектр. Мы предлагаем будки и из дерева, и там, из металла и так далее. То есть на любой вкус, кто захочет, поставит дома. Сейчас вот заканчиваем проект, наконец-то заканчиваем полугодичный проект по будке душу. Ничего себе. Да, то есть люди совершенно сумасшедшие идеи предлагают. Никогда скучно не бывает абсолютно. Хоть один бы человек позвонил и сказал, я хочу просто будку. У всех какие-нибудь свои там. То есть всем нужна будка с функционалом каким-то. Да, обязательно там будка душу, вот, я говорю, потом будки под банкоматы ставили. Прям я даже все вспомнить не могу. Ну, наверное, всякие садовые домики. Да, выставки, садовые домики. Там мы удивлены, что еще пока туалеты не заказывают на даче, хотя это вполне в стиле. Самое логичное. Вы даже делали, по-моему, будки для какого-то большого мероприятия Боско. Да, Боско перед лондонской неделей Олимпиады. Прошлым летом нам позвонил какой-то измученный менеджер. Сказал, что четыре дня у него есть на то, чтобы достать эти будки. И, пожалуйста, помогите, сделайте хоть что-нибудь. Ну, вот, пришлось выручать. Наши мастера не спали сутками. Там за четыре дня производили первую партию будок и за три дня еще вторую. Ну, то есть в итоге четыре штуки получилось. Сколько будок в месяц получается продавать сейчас в среднем? Абсолютно по-разному всегда получается. Есть сезонность, может быть, какая-то? Ну, вот перед Новым годом все, как всегда, решили скупить рынок всего, включая и будки. Там был даже заказ оптом. Кто бы мог подумать, но когда мы вывесили объявление, что продаем будки оптом, у нас пошли заказы. То есть мы каждый раз удивляемся. Мы просто шутим и в шутку выкладываем объявление, но люди покупают. Ну, в среднем, получается, может быть, заказов пять где-то вот так. В месяц? Да, может быть, пять. Может, ну, как бы заявок больше приходит, но обработка меньше. Сейчас будка в среднем стоит около 200 тысяч, правильно я понимаю? Около 200, но если это, да, прям точь-в-точь как оригинал делать. Если делать копию из дерева, такая попроще, то в 70 обойдется в среднем. То есть люди и будки-диван, вот у нас сейчас будку-диван заказали, сейчас думаем, как это сделать. А, ну, то есть есть какие-то эксклюзивные варианты, которые стоят совсем иначе? Да, если зайти на наш сайт, там куча разных, на самом деле, картинок из интернета, но которые мы реализовываем потом и выкладываем уже свои. Какой оборот компании и сколько из этих денег остается у тебя в твоем собственном распоряжении? На среднем оборот у нас где-то вот 400-450 тысяч примерно вот такой. Вот я занимаюсь, ну, вот помимо будок, еще к тому же и производством видеороликов вместе с другой командой. Вот сейчас они как раз снимают для меня ролик, как будка эта собирается, красивая инфографика. Вот, то есть с Мимими и ЖТВ это вот моя такая вторая жизнь. И получается, если собрать от двух ниш как бы эту прибыль, то около 400, наверное, тысяч получается в среднем. То есть 400 тысяч чистыми для девочки, в общем, это неплохие деньги, чтобы чувствовать себя достаточно комфортно. Ну, да. И позволить себе маникюр в хорошем салоне и сумку красивую купить. Ну, да, и как бы родителям хочется помочь тоже, да. А давай тогда расскажи о своих родителях. Я понимаю, что у тебя довольно взрослые папа и мама, люди такой старой закалки прежнего поколения. Как они вообще свой нежный цветочек отпустили в суровые просторы бизнеса? Ну, на самом деле отпускали они такое с болью, сначала сомневались. Кем они хотели, чтобы ты стала? Ну, стандартно, чтобы я, как бы я закончила школу там с отличием, закончила университет с отличием и должна была пойти на работу. Работала в банке даже полтора года. У тебя экономическое образование? Да, экономическое, государственный университет управления. Вот, сейчас я там в аспирантуре, но в психологическом направлении. Поработала в банке, ты операционисткой? Да, работала операционисткой, то есть вот эти все холодные звонки, общение с клиентами и так далее, все это мне не чуждо. Так. Вот, поэтому мне это пригодилось в своем бизнесе. Родители, родители, ну, маме у меня 65 лет, папе 70. А тебе? А мне 23. 23. То есть я поздний ребенок, у меня сестра старшая, вот, ну, как бы они не думали, что я буду заниматься своим бизнесом. Сначала это все было шуткой, когда я поехала на форум Селигер, вот, там я предложила свою первую бизнес-идею, это было... А форум Селигер, это вот эти политические прыжки и ужимки? Там вот, да, он был до 2009 года очень политизирован, вот, в 2009 году это стал такой студенческий уже форум, вот, на который я как раз и отправилась от нашего университета совершенно случайно. Просто потасоваться? Да, ну, можно сказать и так, да, но там были очень интересные программы обучения, то есть я попала на предпринимательство. Я даже не помню, как мы это выбрали, но получилось так. Вот, и с подругой, опять же, мы там придумали вот шуточную идею «Носки в конверте». То есть все люди предлагали огромные, там, бизнес-планы приносили, рассказывали. То есть там было задание придумать какой-то себе бизнес, да? Да, там обязательно нужно было какой-то проект вести, чтобы на его примере можно было уже, там, по книжечкам разбирать, как делать и рисовать правильно и какие графики. Вот, и там были инвесторы, в принципе, там, если идею предлагаешься, это сразу крутилось вокруг, вокруг тебя, можно сказать. Ты бегаешь, предлагаешь, а люди тебе говорят, как действительно это нужно сделать. Так, и что такое «Носки в конверте»? Ну, это я услышала идею из, я даже не помню, была в Берлине, и друзья рассказали, что один мужчина сколотил там какие-то миллионы на том, что продавал просто носки для мужчины в конверте, по почте отправлял. То есть это такой иностранный сервис, где заходишь на сайт, отмечаешь там периодичность, с которой нужно доставлять эти носки, вот, и тебе прямо в конвертике по почте это приходит. Это очень удобно. Да, это очень классно, вот, мы это начали запускать у нас в России, но, к сожалению, из-за того, что люди просто не знают, что так можно делать, у нас не было денег в тот момент на раскрутку рекламы и так далее, поэтому нам пришлось чуть-чуть заглушить и заняться водками. Так, подожди, ну, то есть носки в конверте ты предложила на Селигере, наверное, народ тоже посмеялся. Да, на самом деле, ну, как бы там была делегация от экспедиции во главе там с Кравцовым и там его правыми и левыми руками, вот. Все люди приходили, предлагали бизнес-планы там, что у меня робот-уборщик, который там производится в Германии, собирается в Финляндии там и так далее, и я так, ну, как бы, девочка такая, сажусь перед ними, я говорю, у меня нет никакого бизнес-плана, я говорю, у меня просто идея, носки в конверте. Они такие серьёзные лица, все сразу расплывались в улыбках мужчины, начинали хохотать, что, спрашиваю, ты вообще что говоришь такое? Ну, я начинаю объяснять, они говорят, слушай, это же реально так удобно, да, я бы заказывал, вот. Ну, и то есть эта идея, на самом деле, была воспринята очень ярко, и, ну, как бы, экспедиции, и там рос молодёжь, все, ну, как бы, руководители, им было очень интересно, вот, и они были нашими основными заказчиками. То есть, как, всё-таки кто-то носки по почте получал? Да, да, мы, как бы, в течение, вот, с девятого года до бизнес-молодости, бизнес-молодости я попала в одиннадцатом году, мы занимались этими носками, ну, так вяло-текущие, так понемножечку, по три тысячи рублей, по пять, может быть, в месяц, такими чистыми мы получали. То есть, ну, а ни о какой рекламе, ни о каком там инвестировании речи быть не могло. Ну, вот, как бы, мы с Олесей, как вместе студентки, как бы, раскрутить это всё не могли, вот. Поэтому приходилось так немножечко зарабатывать. Посмотрим, куда это завело нашу сегодняшнюю героиню, оставайтесь в долях. Сегодня, как и обычно, по вторникам в доле мы с сообществом «Бизнес-молодость», у нас в студии сооснователь сообщества Михаил Дашкиев, Миш, привет. Привет. И основатель компании по продаже телефонных будок из Великобритании Елена Глухова. Лен, вот, ну, по большому счёту, мне вообще интересно и такое создаётся впечатление, что у тебя весь бизнес начинался такой из прикола, смеха ради. А давайте придумаем что-нибудь самое вообще безумное, дурацкое и нереализуемое, и а что из этого получится? Я даже не думала никогда, что из этого получится бизнес, просто это была как идея, один из вариантов просто. Ну, так вот, чтобы прям, когда вот Миша с Петей давали, даже задание на «Бизнес-молодости», что придумайте 10 ниш, там, когда уже выдавливали десятую из себя, какой-то вот, думаем, ну, ладно, посмеёмся, запустим, как вот с будками было, но она была 20-я в нашем случае, где-то ниша. Ну, это вообще отдельный сегмент людей, которые занимаются нишами, которые бы никогда другие бы, наверное, не освоили. А какие ещё бывают? Говорящие хомяки, например, сейчас очень модные. Плюшевые вот эти, да? Маски коня, ну, это вот тоже, пожалуйста, маска коня, да. Ну, ладно. Это вот я отслеживаю последние тренды. Так. Это, ну, маски коня. Недавно маска голубя, ну, появилась. И причём раскупаются. У меня вот, например, есть студент в Чебоксарах, он делает 250 тысяч чисто на масках коня. Обалдеть. Да, да, да. Поэтому любой абсурд не лишён смысла. Вообще бизнес является проекцией человеческой личности. То есть я могу посмотреть на бизнес и увидеть за ним человека. То есть с его характером, с его привычками, с его поведением и так далее. То есть человек, который трубозапорную арматуру продаёт? Он определённого характера, безусловно. Он тоже определённый трубозапорный. Ну, у него есть такие черты личности, безусловно. То есть порядок в бизнесе или, наоборот, хаос. Так вот, мне очень интересно. Ведь, Лена, ты занималась носками, скорее всего, и улитками какими-нибудь, о которых ты даже не говоришь сейчас или боишься. Нет, нет, никакими же говорящими. Нет, я про улиток не знаю. Я просто придумал, что, в принципе, могла бы. Ну да, был бы не тот. Рыбки, которые ноги объедают, тоже такая идея была заниматься. Такой пилинг. Педикюрный. Да, да, да. Так вот, получается, что тебя тянет на какие-то не то, что неприятности, но странности. Странности, да. Может, и личность-то странная. Ну или, во всяком случае, были ли у тебя в жизни поступки, которые, скажем так, были из ряда вон? Ну или как минимум... Неординарные. Неординарными, да. Я даже вот кроме бизнеса, вот я думаю, сейчас не могу вспомнить никаких таких сумасшедших поступков. Потому что, может быть, это вылилось как раз из того, что я всегда старалась следовать правилам, быть правильной ученицей. Мне кажется, да, наоборот, красный диплом, золотая медаль, там, да, всё такое. А наоборот, она отличница по жизни, да. Ей надо было где-то... Вот где-то же должна была прорваться эта плотина, понимаешь? Ну, слава богу, что здесь. Адекватности. Да. Это точно. Мы остановились... Нужная компания. Мы остановились на том, что бизнес носками приносил 3-5 тысяч рублей в месяц. И, в общем, я помню, тебе пришлось ещё искать какую-то работу на дядю, да? Ты работала в колл-центре, потому что невозможно было жить на эти деньги. Да, да, банк. Это всё было стандартно. Ну, как бы я долгое время не работала. На последнем курсе я только пошла уже в банк. Там я проработала полтора года, мучаясь, просто изнывая. Я отвечала клиентам, пыталась им как-то помочь. Продавала носки между делами. Да, да, базы там, да, собирал людей с золотыми картами, чтобы их обзвонить. Ну, это шутка, конечно. Так, а как случился БМ в итоге? БМ, на самом деле, многие рассказывают, что в БМ люди попадают в какой-то момент, когда им сложнее всего в жизни, там, какие-то панические настроения и так далее. Вот моя история та же примерно, когда у меня уже практически закончились деньги, когда, ну, в жизни такой хаос, надо было сказать, настал по своим причинам. Я решила, что БМ... С парнем рассталась, нет? Да, но это очень... Как бы, да, это было такое... Это имеет значение в бизнесе. Безусловно. Кстати, очень сильно значение имеет. Да, почему? Да, там была долгая, затяжная такая ситуация. Ну, это, наверное, может, другая тема, но, тем не менее, отношения напрямую влияют вообще на успешность, на все. Ну, тянет ли тебя человек вверх или не тянет, или, наоборот, верит он в тебя или не верит. Как правило, расставание с парнем, это обычно, ну, или с девушкой, это обычно один из переломных моментов, после которого чего-то менять. Я по себе говорю, поэтому я знаю. А, ну, в любом случае, это было такое дно, от которого надо было отталкиваться, чтобы всплывать. Но я знаю, что ты рассказывала в своей истории, что на сайте Молодость БЗ, что ты вообще очень с таким недоверием относилась сначала к бизнес-молодости, и казалась, что это какая-то секта. Ну, я не против секты, как бы все места, куда я вступаю, потом у меня все друзья кричат на стенах, что это секта, и я говорю, ну да, что уж тут поделаешь. То есть даже та команда, с которой я сейчас работаю, вот с Мимими и ЖТВ, то есть мы там вместе работаем над развитием, вот с производством видеороликов и так далее, мы постоянно какие-то эфиры ведем, там медиаповоды тоже освещаем, и люди нам тоже кричат, что «О, вы секта, вы секта». Мы говорим, ну, как бы я взяла пример с бизнес-молодости, как вот Петя с Мишей со сцены говорят, что для нас это честь, что мы в Яндексе там в первых строках, что бизнес-молодость — это секта. Я так думаю, что, наверное, со стороны любая такая глубокая одержимость с любимым делом, погруженность в него достаточно серьезная, выглядит, ну, странно. Это действительно выглядит странно. Нормально выглядит, когда в метро у нас люди с видом зомби смотрят стеклянным глазом на тебя. Если ты улыбнешься, ты уже психопат. Да, реально, входишь в мою внутреннюю территорию. А если ты еще песенку запоешь и все, то все. О, боже, все, да, тебя сразу скрутят. Не дай бог, ты скажешь, ну, там, спросишь, как у человека дела и так далее. Но было все-таки недоверие какое-то, да? Да, было сначала недоверие, но оно складывалось лишь из-за того, что все люди, которых я встречала, они говорили, что, слушай, иди, это реально классно. Вот, то есть, вот... В чем подвох? Да. Так просто быть не может. Не люблю в чем-то участвовать, вот в чем-то массовом, что мне навязывают. Что стало мейнстримом, да? Да, да, вот поэтому, может быть, я и выбираю какие-то будки, что никто не знает. Бизнес-молодость попса. Ну да. Вот, и в тот момент, ну, в течение полугода я, наверное, сопротивлялась, вот прям не хотела. Я всех слышала постоянно, да. А потом вообще кончились деньги? Потом деньги кончились, я увидела, что в бизнес-молодости скидки, еще ребята потянули с собой, я думаю, о, отлично работает. Все равно делать нечего. Ну, как бы я наоборот в тот момент себя загружала по полной программе, чтобы не думать ни о чем лишнем, вот. И бизнес-молодость прям была самым подходящим местом, где все вечера, ночи и мысли занимаются только бизнесом. И что там произошло? Что произошло? Какие были первые шаги? Раз, два, три. Ну, первый шаг это то, что меня позвали в бизнес-молодость, я записалась. Это здорово. Да, да, я там. Дальше вот прям что ты хочешь услышать? Как я построила бизнес? Да, 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 больше к бизнесу все-таки перейти. То есть, ну, что там у нас произошло? Просто интересно же, что до сих пор уже был какой-то опыт построения бизнеса, и даже не один год. Вот ты приходишь, и тебе говорят, надо делать так, так и так. Ты поняла, ну, то есть ты поняла изначально, что ты в правильном месте? Что здесь тебе помогают, и какие ошибки у тебя были до сих пор? Ну, вот если касаться ошибок, ну, вот даже не ошибки, я вот скажу, как вот любят говорить инсайд в бизнес-молодости. У всех в первые дни происходит, что, о боже, можно на своем деле зарабатывать на самом деле. Как бы этот инсайд у меня произошел еще на форуме Селигер, когда я была в предпринимательстве. То есть там новой мысли в этом не было. Но бизнес-молодость разбила рамки по поводу того, что это можно сделать гораздо проще, чем мы думаем. Как бы когда я билась с 2009 по 2011, вместе с подругой мы бились над бизнесом, что нужно сначала зарегистрироваться, вот прям обязательно. А потом обязательно нужен офис, потом нужны сотрудники, нужно закупить товар, там и так далее. Визитки обязательно. Визитки, да, вот у меня прям пачка лежит до сих пор, я на них натыкаюсь по всему дому. Вот, у меня же знаменательные. Вот, то есть нужно сначала все организовать, а только потом начать заниматься этим бизнесом. Бизнес-молодость как раз все наоборот, что, ребята, давайте подумаем, что людям нужно, а потом уже будем этим заниматься. Вот, то есть это было таким вторым, наверное, глобальным шагом, после того, как я разбила рамку, чтобы прийти в бизнес-молодость, потом я там разбила рамки, что все гораздо проще, чем нужно. То есть ты поняла, что все-таки возможны продажи наоборот, что не обязательно что-то купить ненужное, чтобы кому-то продать, да, что-то ненужное. Да, да, вот вопрос есть с сайта от Ивана. Вы сначала нашли клиентов, а потом привезли будки, или сначала привезли, а потом продали? И вообще, откуда родились будки-то? Да. Сначала нашлись клиенты, а будки родились... У меня подруга, вот Олеся как раз Сверидова, с которой я работаю всего-то за девятого года, она дикая фанатка Великобритании. То есть все, что с ней связано, все это классно. Мы никто не... ни она, ни я, мы не были в Лондоне, но мы дикие фанатки. Мы читали Канан Дойля и Диккинс. Это правильно. Но она, да. Все настоящие фанаты не были там. Да, мы, наверное, боимся разочароваться в своих розовых мечтах. Ну вот, и она предложила, на самом деле, идея исходила от нее. Вот. Мы думали и подушечки какие-нибудь с вышивками флагов там и так далее. То есть там кучу тоже перебирали всякой ерунды. А будки это было, ну, просто дикость. Ну, для нас была... Мы прям, ну, как бы сложились пополам, начали хохотать над этим. Мы говорим, ну, какой сумасшедший закажет у нас будку. И на следующий день мы начали звонить эти сумасшедшие люди. Послушай, ну, а вообще, откуда вы знали, что они продаются? Мы не знали. Это тест ниши. То есть у нас были вот... Нет, ну, просто, ну, мало ли, я, может, хочу Букингемский дворец. Ну, я знаю, что... Ну, я знаю, что... И что? Ну, мало ли. Мало ли найдется пару сумасшедших. То есть наряду вместе с щебнем, там, сахарным песком и так далее у нас были будки предложены. Ну, я скажу с, скажем так, с другой стороны баррикады, да, то есть как тот, кто, собственно, кошмарил девчонок и других людей этими заданиями. Мы даем задание протестировать 20 или там 10-15 ниш, чтобы понять, что вообще история в каждой отрасли разная, что одни и те же усилия дают разные результаты. Поэтому мы говорим, выпишите на листочек 10 единиц спроса, на чем вообще можно зарабатывать деньги, то есть 10 тем. Ну, мы даем критерии определенные, как их выписать, что их выписать. А затем говорим, что вот у вас есть неделя, чтобы взять их и протестировать. Протестировать значит получить первые заказы. Соответственно, там, где заказы пойдут легче и больше, и интересней, туда вы и двинетесь дальше. А не просто пойдете заниматься тем непонятно чем, волей судьб и так далее, и так далее. И вот поэтому, я так понимаю, в списке этих 20 тем показались будки. Да, она была буквально 20-й, наверное, темой, потому что многие у нас совпали с подругой. Мы один огромный список вывесили и прям последний добили будку, поставили для ровного счета. И что? И вот звонит человек и говорит, здравствуйте, я хочу будку. И дальше? Ну, дальше мы говорим, какую. И он уже рассказывает свои сумасшествия. Сегодня рассказываем вам в доле об новых интересных идеях, новых предпринимателях и молодых стартапах. Елена Глухова, основатель компании по продаже телефонных будок из Великобритании у нас в студии. И сооснователь сообщества «Бизнес-молодость» Михаил Дашхиев. 65 10 99 6 московский телефон. Заходите на финам.фм на страничку программы в доле. Оставляйте вопросы или там, не знаю, делитесь комментариями какими-то. Вот Полина спрашивает, были моменты, когда хотелось сдаться, все бросить? И кто поддерживал морально на протяжении создания своего бизнеса? Ну как, на протяжении создания. Ну да, по сути, это всегда все создается. То есть мы даже из-за бехода не убираем слово проект. То есть у нас все время, все в процессе, в проекте и так далее. Да, были моменты, когда было прям совсем сложно. Казалось, что все, ничего не получается. И зачем это нужно? Пойдемте-ка работать. Стандартно. Поддерживала. Ну вот больше всего в бизнесе поддерживала меня подруга. Как раз нас, то есть волнами. Мы с ней разные. И как раз наши волны не совпадали. То есть когда она была на подъеме, у меня был спад. И поэтому мы друг друга грамотно поддерживали. Родители были, ну как бы в принципе, они были особо не против. И то есть они говорили, главное занимайся то, чем тебе нравится. То есть по поводу будок они нормально отреагировали? Ну дочка, почему бы и нет? Ну они то есть сначала даже не обращали внимания, чем я занимаюсь. Как бы мне постоянно звонили. Я по сахару больше про них говорила. Там они удивлялись, зачем я занимаюсь сахаром, оптом и так далее. Фасолью. Про будки они особо не слышали. Я думала, что это не пойдет. Поэтому я даже не рассказывала долгое время. Они у меня узнали гораздо позже. А было ли в списке что-то, вот мне почему-то все просится, какие-нибудь, я не знаю, узбекские погреба, например, так? Нет, ну... Узбекистон веноси. Вот была одна интересная история. Там мы, ну, в бане это, наверное, не так оригинально, но в бане пытались продавать. И была какая-то фишка, я уже даже забыла, какие-то для бань вот эти в ванной. Купели. Купели, да, купи-купель. Знаете, вот если вводить запрос в Яндексе, купи-купель, там почему-то очень много... Это шутка. Яндексовская шутка, реально. Мы определяем, куда двигаться по количеству запросов в поисковых системах. И люди обычно набирают что-то, ищут и смотрят, сколько запросов. Если запросов достаточно много, то они однозначно выбирают эту нишу и начинают как минимум ее тестировать. Так вот, на протяжении нескольких лет запрос купи-купель или купить купель, лидировал среди всех запросов купить Яндекса. То есть, ну, и какие-то люди, ну, понимали, видимо, что это какая-то ошибка, а другие люди свято верили, что сейчас бум купелей в России, то есть, ну, что купельный рынок — это просто золотая олихорадка. Получается, что доверять Яндексу тоже, или там другим поисковым системам на все сто нельзя. Скажем так, мы до сих пор не знаем, что это такое, то ли это юмор, ну, вот конкретно скупить купель. Ну, было создано много сайтов по купелям, в общем... Не работает. У меня не сработало. Я даже занималась купелями. Голодной толпы нет. Итак, ты протестировала нишу. Пошли звонки сумасшедших людей, которые хотели купить будку. Зачем им нужны были будки? Зачем? Я уже немного рассказывала. Кто-то домой, да, вот я говорю, мы закончили проект «Будки душа». То есть домой поставил один из наших заказчиков будку душа. Теперь она там моется. Да, из потолка у него тропический дождь идет, а там, где висит телефонный аппарат, который там делался на заказ за границей, это уже он сам занимался из трубки, у него льется простой душ. Обалдеть. Он представлен. А еще зачем? А еще зачем? Серванты какие-нибудь. Ну, вот да, сейчас на шкаф у нас есть запрос. Мы пока его не выполняем, так думаем, как его сделать. Рестораны, да, наверное, всякие кафе? Да, в рестораны для холодильников, потом будки-стойки, будки-промо-будки, то есть которые ставятся на улице, для выставок всякие будки, для видеосъемок. Потом просто будки, которые стоят сейчас по торговым центрам. Вот вы сидите с подружкой, угораете, пополам складываетесь. У вас сумасшедшие на телефоне хотят будки, и вы же теперь понимаете, что вам надо эти будки где-то брать. Да. А в Англии вы не были. Кстати, с тех пор-то побывали в Англии, нет? Нет, мы так и не были. А, конечно. Ну, вот год прошел, да, мы так и не собрались за этот год. Мы надеемся этим летом все-таки отложить все дела и уехать. Я просто занимаюсь сейчас много как раз развитием второй ниши по производству видеороликов с ЖТВ и с Мимими, с братьями Жариковыми. Вот, поэтому мы полностью окунулись во все эти дела, и места нет для отдыха или отъездов и так далее. Да, но тем не менее, вот будку я хочу у вас купить, а у вас же ее нету. Где брали-то? Вот, мы начали думать, где ее взять, мы начали искать мастеров по знакомым. То есть изготовить хотели будку? Да, мы искали тех людей, которые занимаются каким-то антиквариатом, еще таких специализирующих на Англии, например. В итоге еле-еле мы нашли человека, который просто хороший мастер на самом деле. Вот, и он был немного знаком как раз вот как бы с деталями будок. Мы нашли потом примеры, как раз вот ту будку, которую доставляли первую, оригинальную. Мы его прислали, сделали все замеры и сказали, что нужно делать именно так. Вот, и после этого он начал производить деревянные будки, так как они дешевле всего получаются. На самом деле они чугунные. Чугунные будки. Да, чугунные. Ну, а вот эти будки за 400 тысяч, которые вы из Лонды навозили, где вы их находили? Мы их находили через знакомых, я уже даже не помню, через конкретно кого. Да, мы нашли человека, который занимается растаможкой. И по счастливой случайности у него один из последних заказов был как раз будка. Будка? Да, будка. То есть, ну, как бы, ну, это был один заказ за несколько лет. Да, вот действительно, как бы нам просто повезло, но... Это был знак. Да, когда чем-то занимаешься своим, все-таки, ну, как бы, действительно выстраивается прям ступень за ступенью и получается. И какие были первые заработанные деньги? Вот вы нашли этого дядечку или привезли эту будку. И вот о каких деньгах шла речь, и как быстро? Вот с нуля. А с нуля у нас... Как вот кривая роста денег шла? Ну, вот у нас было заказано сразу две оригинальных будки. Мы как раз заканчивали обучение в БМ. Это был конец коучинга. Буквально две недели оставалось. Денег у нас было где-то 15 тысяч. Нам нужно было сделать дельту стандартно, чтобы пройти там... Тогда было 120, да? Что такое дельта стандартно? Дельта — это значит увеличение. Подтвердить результатами, деньгами, что ты чего-то понял. Не просто там конспектами и билетами. Разница заработка между тем, что было, и тем, что стало на своем бизнесе именно. А у вас-то как-то это... У меня тогда дельта была 60 вообще год назад. То есть она как бы маленькая по сравнению с нынешним временем. А, ты год назад проходила? Да, год назад. И эти две будки ехали из Лондона? Да, они ехали из Лондона. И мы поставили цену абсолютно на АБУМ, и у нас получалось чистыми 200 примерно тысяч. То есть, естественно, как бы цикл сделки там где-то полтора-два месяца. И когда я пришла на аттестацию в конце бизнес-молодости, я честно как бы сказала, что ребята, у меня вот будки идут только. Я этих денег еще не заработала. У меня вот все в процессе и вот и так далее. Я им рассказала все подробно. Ребята, как всегда, посмеялись надо мной и потом объявили мою фамилию, что действительно как бы я прохожу бизнес-сообщество. Ничего себе. Сейчас бы не прошла. Да, сейчас бы я не прошла. Все, подождите. А вот это я не знала такой интересной детали. То есть люди, которые проходят, ну, учатся делать бизнес вместе с бизнес-молодостью, дальше у них есть какой-то входной билет в клуб? Ну, да, да. Есть уже некоммерческая организация, это сообщество. Сообщество БМ. И чтобы туда пройти, надо показать, что ты как минимум что-то понял. А понял ты, если ты сделал на данный момент дельту в 300 тысяч рублей чистыми. А зачем вообще нужно человеку в это сообщество погружаться? Он же, ого, э-э-э, я уже могу сам. Если он хочет, все добровольно, все добровольно. Но это уже история, скорее, связанная с быть вместе. То есть, ну, интересно. Не хочется теряться, хочется отслеживать еще интересных достаточно людей, которые чего-то стоят и могут, а не просто говорят. А потом это удобно, когда у тебя рядом есть люди, представляющие любой бизнес, и ты можешь все вопросы решить в рамках сообщества, да? Ну, типа того. Ну, там нет никакого взноса, никаких профсоюзных этих, как это, комсомольских выплат ежемесячно. Сейчас там есть бюджет свой, есть бюджет, он формируется все равно из кубных карт, но на год. Но очень таких лайтовых. То есть, ну, они тратятся на цели самого сообщества, управляющей компанией сообщества. Тем более там, да, интересная возможность есть не только общаться между собой, но еще и поучить ребят, ну, как бы рассказать наставничество. Они как раз, те, кто входят в сообщество, они как раз помогают вновь прибывшим и так далее. Да, ну, вот я как раз один из наставников, да, теперь я рассказываю ребятам, что возможно все, то есть, ну. Даже. Да, даже и будки, и носки, и так далее. Даже будки. Таджикские купальники. А что, красиво, кстати. Почему бы нет? Послушай, а значит, если человек не усвоил урок, да, и не стал успешно, успешно материально, он не может войти в сообщество. Once again, once again. Еще разок. Еще раз попробовать можно всегда. Да. Ну, бесконечное можно раз количество попробовать, пока ты по факту не сделал дельту. Ну, так я понимаю, в случае с Леной было некое исключение сделано, да? Ну, не знаю почему, вот это у меня вопрос сейчас. У меня как бы не было, ну, там даже идет не то, что, ну, как бы я документы предоставляла, как бы у меня был с собой лист, как бы я брала с собой договор, да. Ну, наверное, вот сжалились. Там, да, договор, и я распечатку с собой брала, где у нас была переписка, что да, все идет, то есть, у нас и был договор, и все, то есть, как бы, ну, я даже не знаю, я не надеялась попасть в это бизнес-сообщество, то есть, я никого не заставляла, там, не принуждала, я принесла и говорю, ребят, вот все есть, я посмеялась им, рассказала, ну, как бы, мне поверили. Лен, а сколько ты будок про, 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 как это, правильно? Уже продала? Сколько было продано будок за все время? Общее количество я сейчас... Ну, порядок. Ну, около 50, наверное, примерно получилось. 50 будок. Да, потому что, вот, один из последних заказов у меня был будки оптом, вот, то есть, это, ну, у нас, опять же, было... Дилера нашла? Мы просто решили тоже посмеяться в очередной раз. Да, разместить будки оптом, ну, просто там, Миша, Миша, спите, опять говорили со сцены, что нужно думать не только о единичных продуктах, но давайте же, ребята, подумаем об опте. Мы так еще раз подумали, поржали, что будки-то, ну, и так никому вроде как не нужны, а еще и оптом, но на следующий день мне позвонили, один заказ 100 будок был, а другой 25. 100 мы не стали реализовывать, это промо-будки были, там, как бы, заказчик был очень ненадежный, ну, как бы... Неадекватный. Ну, да, я побоялась с ним связаться. А как ты определяешь, надежный или ненадежный человек, по каким признакам? В течение, вот, общения с ними, как бы, понимаешь, насколько человек готов быстро и оперативно работать, то есть, там, подписывать договор, договариваться, там, об установленном месте доставки и так далее. Вот, с ним было очень все сложно. У меня в тот момент было и много заказов, и помимо него реализовывать вот этот заказ, который еще пытался, там, постоянно сбить цену, когда мы уже высылаем договор, что договорились, он перечитывал и говорил, может, еще пониже, может, еще пониже. То есть, ну, как бы, было абсолютно неудобно. И ты пришла к выводу, что надо уволить этого клиента. Ну, по сути, я, как бы, я ему сказала, что, да, все, больше, как бы, мы не можем снизить, к сожалению, предложить, ну, как бы, это совершенно не по-бм-овски, но я решила, что мои нервы, да, почему не по-бм-овски. Да, в первую очередь, на адекватных, горячих, денежных, интересных, хороших людей, и только потом заниматься всякими предисками. Ну, подожди, ну, с другой стороны, ты только что объявила то, что ты продаешь свой продукт оптом, только два клиента у тебя есть на опты, и жалко же расставаться с целым одним, с 50%. То есть, в принципе, нормально можно было здесь расслабиться, и всех денег не заработаешь. На самом деле, когда пропал вот этот клиент, попал сразу тот, который заказал 25 будок, и с ним было все в порядке, легко и прям непринужденно. Сегодня мы в доле с бизнес-молодостью, здесь основатель сообщества Михаил Дашкиев и основатель компании по продаже телефонных будок из Великобритании Елена Глухова, 65 10 99 6 московский телефон, финам.фм. Заходите на страничку программы в доле, задавайте вопросы, делитесь впечатлениями, комментируйте наш разговор. Лен, расскажи, пожалуйста, чуть поподробнее о своей новой нише. Я так понимаю, что сейчас у тебя еще один успешный бизнес наклевывается. Ну, это не совсем новая ниша, я занимаюсь этим с июля прошлого года. Это производство рекламных видео, не только рекламных, разных видеороликов, инфографики и так далее. Продакшн, в общем. Да, продакшн, постпродакшн, то есть все туда входит на самом деле. И медиаподдержка, также мероприятий. Вот, мы называемся СМИ-МИ-МИ. Вот, это интересное название, мы как бы совместили СМИ и интернет-мем, вот этот МИ-МИ-МИ. Да, очень хорошее название, мне кажется, такое яркое. Да, ну то есть это легко запоминается. Это определяет стиль, да, то есть вы делаете ролики в каком-то МИ-МИ-МИ-МИ. Мяшные, мяшные ролики. Нет, как бы этот стиль не определяет. На самом деле, сначала это было вообще газетой, то есть мы начали это делать, опять же, на форуме Селигер. То есть туда мы приехали, нам заказывали производство видеороликов, то есть с командой двух братьев Жариковых. У них есть ЖТВ, Жариков ТВ, которая существовала, то есть с 2009 года. У тебя же нет журналистского образования? Нет, у меня нету, и более того, ни у кого из нас троих вообще тоже не существует. Я закончила университет управления, другой закончил Мархи, а третий — Энергет. То есть мы абсолютно разные, но все совместились вот в такой странной команде ЖТВ с МИ-МИ-МИ. Сейчас думаем, кстати, над новым брендом GSM совместить. То есть ждите с МИ-МИ-МИ. На форуме Селигер 2012 мы начали выпускать там информационную газету, и был такой высокий резонанс по этому поводу. То есть все новости, которые были внутри форума, быстро вышли за его пределы и начали звонить там из администрации президента, и всякие ретвиты оттуда пошли. И люди начали интересоваться, что же мы такое там делаем. А что же вы такое так делаете? Название реально интригующее у вас. А вот как оно коррелирует с продуктом? То есть чем отличаются ваши ролики от тех тысяч роликов, которые сейчас снимаются? Профессиональными журналистами и кинематографистами. Ну или вообще просто такими же компаниями, как вы. Ну мы отличаемся. Ну скорее просто, ну как бы у нас, во-первых, такая энергетика, может быть звучит неубедительно, но энергетика, которая хочет помочь каждым людям. И у нас куча разных новых идей. То есть мы работали изначально, чем мы отличаемся, с молодежными всеми и правительствами, и организациями. Производили для них видеоролики. То есть оттуда вылилась как раз вот эта и газета. И сейчас у нас есть такое большое портфолио в виде около 500 видеороликов. А вы не планируете проект для раскрутки, собственно, сделать, вот как в свое время делали антимульты или Масяня, которые вот реализовали какую-то историю, и потом все благодаря этой истории их знали? Нет ли такой у вас идеи? Ну вот пока мы продумываем на самом деле. Зря нет, надо вам такую идею. Хорошая идея. Вот так и рождается. Хорошая идея, да. Это вот сейчас был пример наставничества. Ну, фиксирует. Да, подумай об этом. Да, но а как же будки? Будки. Будки. Сейчас мы занимаемся патентом, чтобы после статьи в бизнес-молодости мне стали писать очень много веселых и находчивых ребят, которые мне напрямую заявляли, «Слушай, я тут хочу заняться твоим бизнесом. Ты мне расскажи, где и как ты делаешь». Пришли, пожалуйста, чертежи, размеры. Да, да, да. У нас меня удивляет. Можешь открывать отдел консалтинга. Нет, меня удивляет у нас некоторые наши слушатели или некоторые наши зрители или подписчики. Они напрямую заявляют владельцам бизнеса, особенно тем, которые свою какую-то уникальную идею нащупали. Слушай, говорит, я хочу сделать такой же бизнес, как у тебя. Ты можешь мне дать свой сайт, чертежи, сказать, где людей, поставщиков, цены. В общем, давай помоги мне, ты же должен мне помогать. В общем, мне усыпется куча предложений, заявок друзей, постоянные письма об этих будках. Я так понимаю, всё равно у тебя находятся и партнёры какие-то? Да, в итоге находятся партнёры, но сразу видны адекватные люди, которые хотят по делу что-то спросить, узнать и так далее. Кто-то хочет действительно завладеть бизнесом и пытается окольными путями выяснить, но это сразу видно. Ну, то есть интересно, на самом деле, наблюдать и упражняться в этом. Послушай, ну, в любом случае же надо как-то и дальше его развивать. Окей, там все скупят, все желающие рано или поздно купят будки. Как айфоны, у каждого по будке английский. И, наверное, захочется, может быть, а может кому-то хочется Пизанскую башню? Или там Кремль? У нас и такие, да, тоже заказы сейчас пошли. Когда у нас заказал банк будку для банкомата, они теперь проект новый готовят с Пизанской башни и спрашивают, можете вы это сделать или нет. Ну, мы говорим, конечно, да. Падающий банкомат? Да. Да, с вываливающимися деньгами желательно. То есть, в принципе, это есть куда двигаться и развиваться, даже с будками. На самом деле, нам даже не приходится напрягаться, чтобы придумать, чем дальше заниматься. Нам звонят клиенты и сами за нас все это выдумывают. То есть они говорят, межкомнатные двери в виде будки делайте. Да. А потом уже думаем, как Леова. О, Леова надо сделать. То есть ты заходишь в комнату другую, открывая будку. Кто-то делает так. Закрываешь будку и оказываешься в другой комнате. Да. То есть сквозная будка. Есть такие варианты. Напоминает матриц. Лофт, на самом деле. Да. В стиле лофт. Сейчас вот у нас заказ, если не ошибаюсь, сериал «Доктор Кто», по-моему, где там тоже какие-то будки специфические. Вот опять же, если я не ошибаюсь, они спрашивают, делаем мы такие будки или нет. Вот сейчас мы занимаемся как раз нахождением людей, которые сделают такую будку. Слушай, ну оригинально. Я так понимаю, что теперь вы зависите от подрядчиков. Так надо же какого-то вырастить, может, своего мастера на все руки. Вот Лена заикнулась по поводу патента. Вот что там с патентом, что вот с подрядчиком, с производством? Как выглядит стратегия дальнейшего развития по будку? Скажи мне, а то я хочу таким же бизнесом. Вот, ну пока патентом занимается моя подруга, вот я как бы не сильно вникаю в эти вещи. Как мы собираемся развить свой бизнес? Те мастера, которые у нас сейчас находятся на аутсорсе, которых мы привлекаем только в отдельное время, мы хотим все-таки завлечь на постоянную работу и открыть свою мастерскую в дальнейшем. Вот, где они полностью будут заняты будками, там, ходить в красной краске, там, может быть, в униформе в виде будки с надписью «телефон на кепке». Вот, то есть хотим все-таки создать какую-то свою небольшую точку, где мы уже сможем реализовывать всякие дикие идеи, помимо будок и так далее. Ну да, надо еще диких идей, а то вот идея-то одна, то есть надо еще дикого реально чего-то. Ну, подождите, но уже эта дикая идея приносит достаточно денег, чтобы какие-то свои девичьи меншиточки реализовать. Но сначала у нас есть звонок? Нет, у нас нет звонка. Нет, нет, нет. 65-10-99-6, и у нас будет звонок, я надеюсь. То ли он был, то ли его нет. Ну, да. Расскажи, пожалуйста, на что удается сейчас тратить эти прекрасные заработанные того 4 тысячи рублей в месяц? Да, это вот мой самый любимый вопрос. Ну, на самом деле ничего сверхъестественного, часть всегда хочется отдать родителям, естественно. А пока они нас растили, теперь хочется как-то им помочь. А вот сколько ты им отдаешь по месяцу? Ты им что-то покупаешь? Телевизор, например? Ну, чаще всего им отдать деньгами родителям очень сложно. Это прямо целый квест, чтобы это сделать. Там нужны особые какие-то подходы, поэтому чаще всего деньги выделяются, на определенные их проекты, там, печка, какая-нибудь новая пристройка на даче, еще что-то такое. Огурцы в бочке. Я тут слышала, кстати, ниша отличная. Огурцы в бочке? Да, мне кажется. Кстати, да. Нужно подумать об этом летом. Так, ну, не знаю, у нас как-то обычный эквивалент успеха выражается в дорогом автомобиле или в каком-нибудь... На себя ты деньги тратишь? Да, да, я трачу, конечно. Вообще, жизнь изменилась у тебя? Вот все так говорят, деньги не главное там и так далее. Я согласен, деньги абсолютно не главное. Но, тем не менее, вот до и после у тебя жизнь-то... Ну, деньги это так важная, на самом деле, составляющая. Да, я согласна, что это не главное, но это важная составляющая, чтобы быть спокойным. На самом деле, просто... Куда ты их тратишь? Куда? На себя, если, ну, какие-то, может быть, салоны. Хочу купить машину, но, если честно, просто боюсь садиться пока за руль. То есть у меня такой барьер стоит. Есть обещанный звонок. Артем, привет. Да, здрасте. К вам вопрос. Вы не задумывались над тем, чтобы снизить издержки производства? Допустим, перенести производство ваших будок в Китай, допустим. Да, спасибо. Лондонские будки в Китае. У меня сейчас подруга, с которой работаю, Олеся. Она сейчас как раз находится в Китае. То есть мы действительно занимаемся этой идеей реализации. Сейчас прорабатывается. Мы же хотим на каком-то конкретном заказе запустить еще один. Протестировать. Да, протестировать, получить заказ опять оптом и целесообразно только оптом там заказывать. Поэтому это все прощупывается, сейчас прорабатывается. Да, Китай. Китайские мастера, мне кажется, тут такой эксклюзивный продукт, что еще неизвестно. Может, его будет дороже там делать, сюда возить. Ну да, надо считать. Да, мы как раз, но вот примерные подсчеты, которые были проведены, цифры, к сожалению, с собой не брала. Целесообразность заключается только в опте. Наконец-то, уважаемые слушатели, вы с нами ощутимо. Павел, здравствуйте. Добрый день. Хотелось бы услышать комментарии вашей гости по поводу того, что она собирается патентовать идею, которую она сама же, волейно сказать, украла. Украла идею? Украла идею? У кого? У Лондона? У Лондона, да. То есть как? Это она и ее крепление? Ну вот почему. Лондон делал будки из чугуна, а мы из дерева. Очень мало времени у нас осталось. Не стыдно тебе? Нет, ни капельки не стыдно. Патентуем как раз эту дизайнерскую идею. Будок, во-первых, мы сразу заявляем, что это не оригиналы, а копии. И что они будут в разном виде. Да, уж будку-диван точно в Лондоне вряд ли кто-то запатентовал. Это была программа «Вдоли» с бизнес-молодостью. Спасибо, Миша, спасибо, Лена. Всем сме-меме.